Ну, лучевая терапия – это неотъемлемый компонент комбинированного лечения нефробластомы. Рассматривать его отдельно от других методов лечения, может быть, не совсем правильно, но я попробую. Итак, от чего же зависит вообще определение показаний к лучевой терапии и ее характеру? От определенных партнерских факторов. Основные факторы, которые используются для определения тактики, в частности, лучевого лечения, это стадия заболевания, гистологический вариант опухоли и некоторые молекулярные генетические аспекты. При классической нефробластоме с благоприятным гистологическим подтипом, то есть без амплазии, значит, в первой и второй стадии лучевая терапия, как правило, не проводится. Значит, лучевая терапия проводится в третьей стадии и при наличии отдаленных метастазов, то есть в четвертой стадии заболевания. Это рекомендации из радиационной онкологии, достаточно часто применяющиеся. Значит, ну вот какие же показания к лучевой терапии при благоприятной гистологической стадии? Значит, ну, прежде всего, это третья стадия заболевания, то есть неоперабельная опухоль, разрыв капсулы, положительный хирургический край, наличие лимфоузлов региональных и так далее. Значит, в этом случае проводится ложа опухоли, либо всей брюшной полости. Начинается оно не позднее двух недель после хирургической операции. Ну и также лучевая терапия при благоприятных стадиях проводится в четвертой стадии заболевания. Значит, итак, значит, что же такое лучевая терапия на ложе опухоли? Значит, это опухоль достаточно высокочувствительная к лучевой терапии. Облучение ложе опухоли проводится в дозе всего лишь 10 грей по 1,5-1,8 грея за фракцию и добавка еще 10 грей в случае, если остались какие-то макроскопически видимые очаги. Объем радиационного поля формируется с учетом того, какая опухоль была до нефрактомии и с достаточно большим отступом 2 см. Если представить, что это все-таки маленькие дети, как правило, то это довольно большой отступ. Значит, ну, при разрыве капсулы предоперационном или интероперационном необходимо облучение всей брюшной полости, особенно если это диффузный такой разлив. В этом случае повышается также доза на всю брюшную полость до 20 грей. Здесь, что очень важно, что вторая почка должна быть обязательно экранирована после дозы 14 грей, потому что почечная ткань тоже высоко чувствительна к лучевому воздействию, и если этого не сделать, то потом разведется, конечно, почечная недостаточность. Так, значит, что касается облучения легких при благоприятных гистологических подтипах, точнее, гистологическом подтипе, Лучевая терапия на опухолегких проводится после завершения химиотерапии в тех случаях, если остаются резидуальные очаги, не регрессировавшие от проведенного химиотерапевтического лечения. Естественно, если очагов нет, то лучевая терапия не проводится. Так, несколько другие подходы при наличии анапластических опухолях и неблагоприятных гистологических подтипах. Ну, что касается сроков проведения лучевой терапии, они остаются такими же, не позднее двух недель после операции, некоторые даже настаивают на 10 днях. Лучевая терапия проводится уже начиная с первой стадии, при первой-второй стадии проводится облучение ложу опухоли в дозе 10,8 Грея, фракциями по 1,5-1,8 Грея. В третьей стадии очаговая доза, как правило, по сравнению с благоприятными стадиями, повышается все-таки до 20 Грея, хотя доказательств того, что это влияет на выживаемость достоверно, нет. Но все-таки так сложилось. Ну, не совсем исторически, все-таки, местный контроль лучше при более высокой дозе, но споры продолжаются, потому что все-таки доза 20 Грея, она существенно обладает большими негативными отдаленными последствиями, чем 10 Грея для ребенка. Значит, светлоклеточные саркомы, ну, вот, в ряде руководствах первая стадия не облучается, а при второй стадии уже облучение ложу опухоли показано. Значит, ну, и робдоидные опухоли, это, конечно же, не совсем, не классическая опухоль Вильямса. Сейчас она к опухолю Вильямса не относится, но поскольку это пациенты, которые лечатся, в принципе, по тем же протоколам, значит, здесь доза должна быть 20 Грея всегда. При робдоидных опухолях доза повышается, потому что они менее чувствительны к лучевой терапии. Так, ну, здесь представлены рекомендации такого достаточно известного руководства по клинической радиологии. Значит, они, в общем-то, естественно, пересекаются с тем, что я говорил. Я из нескольких источников представлю рекомендации. Они, прямо скажу, похожи друг на друга, хотя есть небольшие нюансы. Значит, благоприятные гистологические... Так, здесь лазер включается. Так, при благоприятных гистологических типах в первой-второй стадии лучевая терапия не проводится. Начинается лучевая терапия с третьей стадии благоприятной гистологической подгруппы, при первой-третьей стадии префокальной анаплазии, первой-второй стадии диффузной анаплазии и светлоклеточный сарком. В этом случае облучается ложе опухоли в дозе 10,8 Грея. Вот то, что я и говорил, небольшими фракциями по 1,5-1,8 Грея. Значит, в случае диффузной анаплазии, независимо от стадии заболевания, значит, уже проводится облучение в дозе около 20 Грея. Значит, что касается четвертой стадии, то метастазы в легких облучаются при благоприятных стадиях, ну, вот как я уже и говорил, в случае отсутствия полного регресса. В случае анапластических опухолей оба легких облучаются в дозе 12 Грея даже при наличии полного регресса после химиотерапии. Значит, что касается других частых локализаций метастазирования, это метастазы в головной мозг. Здесь проводится облучение всего головного мозга при наличии метастазов в дозе 25 Грея с бустом еще около 10 Грея локальным. Значит, костные метастазы также облучаются в дозе 25,2 Грея. С чем связан буст при опухолях местодерживающих головной мозг? С тем, что туда, конечно, ограничено проникновение цитостатических препаратов. Ну, клинически пораженные лимфоузлы облучаются в дозе порядка 20 Грея. Значит, и есть еще важный доказательный, в случае рецидива опухоли Вильямса. Если на первом этапе лечения доза не была больше 10,8 Грея, возможно, повторная лучевая терапия в дозе у детей старше года 20 Грея. Значит, ну вот это вот схожие рекомендации из другого источника. Значит, ну, в чем все сходятся? То, что первая-вторая стадия благоприятного подтипа лучевая терапия не проводится. Значит, в случае неблагоприятного гистологического подтипа проводится лучевая терапия на область ложе опухоли по 1,8 Грея в дозе 10 Грея. То есть, получается, 6 фракций. Так, в третьей стадии возможны разные варианты лучевой терапии. Это возможно облучение ложе опухоли. Возможно, в зависимости от клинической ситуации и проводившейся или не проводившейся биопсией, облучение зоны биопсии. Также возможно облучение всей брюшной полости в тех случаях, когда имелся разрыв опухоли, особенно, и диффузное обсеменение брюшной полости. Так, ну, в четвертой стадии здесь рекомендации, в общем-то, практически очень схожи, за исключением того, что при метастатических поражениях печени также рекомендуется облучение всей печени до дозы 1,19-1,8 грей. Что касается двусторонних поражений, то здесь, в общем-то, показания такие же, как при третьей стадии, но дозы, как правило, ограничиваются 10 грейми, потому что двустороннее облучение почек в противном случае приводит к почечной недостаточности. Так, ну, что касается результатов лечения общей опухоли Вильямс, конечно, это не результаты лучевой терапии, это результаты комбинированного лечения этого заболевания. Как видите, при благоприятных гистологических подтипах все достаточно неплохо. В целом более 90% 10-летней выживаемости. При светлоклеточной саркоме выживаемость несколько хуже. При наличии анаплазии и относительно локализованных стадиях это около 50%, при рапдоидных опухолях и четвертой стадии анапластической опухоли, к сожалению, это порядка 20-30%. Значит, ну вот, где же встречаются неудачи в зависимости от того, какую опухоль мы лечим? Нас интересуют, прежде всего, вот эти вот первые две, то, что относится к классической опухоли Вильямса. Значит, благоприятные гистологические подтипы чаще всего дают рецидивы в легких. Возможно, это связано с тем, что не у всех детей облучаются легкие после полного регресса, и, скорее всего, с этим это связано. Значит, при анапластических опухолях все-таки чаще бывают местные рецидивы. Ну, светлоклеточные саркомы почему-то довольно часто рецидивируют в костях. Так, ну, хотелось бы, ну что, вот рецидивируют опухоли в легких, благоприятных гистологического подтипа. Хотелось бы тогда, давайте всем профилактически облучать легкие, но, к сожалению, лучевая терапия имеет ряд негативных последствий. Ну, прежде всего, это почечная недостаточность, особенно при превышении дозы больше 14-ти грек, как я уже говорил, на здоровую почку. Ну, чаще всего это, конечно, связано с лечением двусторонних опухолей. При дозе 20-грей и более и неравномерном облучении позвоночника могут развиваться довольно тяжелые сколиозы. Значит, вторичные опухоли встречаются индуцированные в 1-2% в течение 20 лет. И вот самое неприятное, это застойная сердечная недостаточность, которая встречается чаще всего как раз после облучения легких. Значит, ну, вот если химиотерапия была без доксорубицина, то это встречается примерно в 4% в случае к 20-летнему сроку. А если химиотерапия была с доксорубицином, то порядка 18%. Ну, что касается технического проведения лучевой терапии, то поскольку дозы здесь достаточно небольшие, а объемы облучения наоборот существенные, то лучевая терапия проводится, как правило, с двух противолежащих полей. Ну, здесь представлен пример облучения ложи-опухоли. Так, здесь представлено облучение всей душной полости. Естественно, экранирована, здесь показана экранирована здоровая неудаленная почка. Здесь она тоже экранирована дополнительно, хотя она в поле облучения практически не попадает. Ну, вот здесь представлено облучение обоих легких. Тоже проводится на двух противолежащих полей. Естественно, сердце попадает тоже полностью в зону облучения. Так, ну, вот, в общем-то, наверное, это все, что я вам хотел сказать по этому поводу. Если есть какие-то вопросы, я просто отвечу. Спасибо большое, Михаил Маркович. Есть у кого-нибудь вопросы? Пожалуйста. Спасибо за сделанный обзор. Но жаль, что не прозвучали рекомендации протокола СЁП, по которому мы, в общем, лечим вся наша Россия и Питер, в частности, потому что они, конечно же, немножко отличаются от того, что вы сейчас представили. Потому что американские подходы, они связаны с тем, что апфронт делается сначала операция, нет ориентации на лечебный фотоморфоз. Вот. Это первое. И второе, значит, опять же, по протоколу СЁП, вы говорили о 14 игреях, там настаивают на том, чтобы не более 12 игреей, что здоровая почка, да, должна получить не более 12 игреей. Далее, что очень важно, при возможности, значит, когда мы говорим о метастазах в легкие, факт неисчезновения этих метастазов после предоперационной химии еще не является показанием для лучевой. Важна, опять же, гистологическая составляющая. Если эти метастазы после предоперационной химии могут быть удалены, если речь идет о солитарных метастазах, и если это живая опухолевая ткань, тогда это показание к облучению. В случае диффузного поражения легких, да, да, естественно, потому что априори это неудалимо, и тогда делается тотальное облучение легких. Еще очень важный момент, который надо подчеркнуть, что при необходимости облучения легких, и если имеется локальная стадия больше третья или вторая с неблагоприятной гистологией, желательно проводить облучение легких и почек одномоментно в избежании будущего перекреста полей. Поэтому вот такие несколько ремарок мне хотелось сделать. Погасите свет, пожалуйста. Спасибо вам большое за доклад. У меня чисто такое вот любопытство. Я понимаю, что сейчас мы идем к стандартам, проводим все протоколом. Какие еще виды облучения используются? Пробовали ли использовать у детей? Всегда ли это двухпольное облучение? Значит, я бы вам так ответил. Что касается экспериментов случевой терапии при комбинированном лечении мультидисциплинарном, то это путь очень непростой. Это надо тогда создавать полностью новый протокол и вносить... В плане литературных данных? В плане литературных данных. Вот вы как слышали предыдущего спрашивающего, не все согласны с тем, как проводится лучевая терапия по американским рекомендациям. Действительно, есть некоторые расхождения в толерантных дозах. Конечно, 12 грей на почку это лучше, чем 14. Если есть возможность, и чтобы там было 6, это еще лучше. Безусловно. Но после 14... 14 грей это максимум, за который не рекомендует переходить никто. Ни один разумный человек не станет превышать дозу 14 грей на почку ни при каких уже условиях, даже каких-то самых фантастических, я бы так сказал. Что касается облучения единым полем, то я просто не стал на этом останавливаться. Вот оно здесь представлено. Естественно, что когда необходимо облучение, скажем, всей брюшной полости и опухоли с метастазами в легких, разделять эту лучевую терапию на части, конечно, никакого смысла нет. Это, безусловно, я с вами согласен. Что касается применения каких-то новых технологий, лучевой терапии комфортного облучения, оно, в общем-то, это облучение комфортное, потому что, безусловно, здесь используется дополнительное формирование полей, но использование всяких методик ТИКПА, АМРТ, ВИМАТ, это то, что сейчас модно и хорошо, у этих пациентов это нецелесообразно, потому что, первое, нет мишени хорошо видимой на момент лучевой терапии. Но это может быть в каких-то случаях бустов на метастазы в головном мозге, это может быть в каких-то случаях бустов на какой-то видимый, может быть, очаг перитониальный. На них могут использоваться какие-то бусты при помощи современных технологий лучевой терапии. В тех случаях, когда идет лечение по протоколу без отклонений, облучение двухпольное представляется наиболее надежным и правильным. Кроме того, любые применения современных методик лучевой терапии, они, к сожалению, ведут к увеличению рассеянной дозы облучения. То есть, доза на здоровые ткани, низкодозный, конечно, ее компонент, она не будет большой, но она будет. И это может, в общем-то, через какие-то десятилетия привести к повышению частоты вторичных опухолей прежде всего. Я бы так вам ответил. Спасибо. И еще вопрос тоже из прошлого. Раньше было интероперационное облучение после удаления опухолей ленинса. Ну, были такие методики. Сейчас этого нет уже? сейчас не настаивают на интероперационном облучении. Единственное, что действительно лучевая терапия должна быть начата не позднее двух недель. Вот на таких срок сейчас настаивают, потому что дальнейшее откладывание лучевой терапии после операции уже достоверно приводит к снижению локального контроля и повышению частоты рецидивов. А интероперационное облучение, ну, оно требует, во-первых, определенных организационных вещей, и статистически не доказали, что оно имеет какие-то преимущества, переставая просто достаточно в скором начале лучевой терапии. Спасибо большое, Михаил Маркович. У кого-нибудь еще есть вопросы? Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.